Как это делалось раньше? Раньше с бюджета, городского бюджета, всегда муниципальному предприятию доплачивали средства за уборку несанкционированных свалок. Что такое несанкционированные свалки? Это либо места, неопределенные для сбора мусора, где население вываливает, либо это те же контейнерные площадки, где крупногабаритный мусор лежит не в контейнерах, а рядом с контейнерами. И с года в год, до позапрошлого года, данные вещи оплачиваются из бюджета. Ввиду того, что 94-й федеральный закон ужесточали требования, и нельзя сегодня без тендерной основы выплатить какие-то бюджетные средства, поэтому дефицит бюджета с каждым годом увеличился, и сегодня нет такой возможности мупс оттуда оплачивать за данный вид услуги. Это первый момент. А второй момент, как мы выходили из ситуации, мупс оттуда занималась не только вывозом мусора, то есть это предприятие было создано для уборки дорог, для уборки города и многих других видов деятельности. Сегодня у него этих дополнительных видов деятельности, на которых он дополнительно зарабатывал какие-то средства, у него сегодня ничего нет. Сегодня денег из бюджета выделено ровно столько, чтобы только подметать дорогу. Мы в этом году даже ушли от службы проспекта, который убирает тротуары, газоны, урны. То есть сегодня дефицит бюджета как никогда очень остров, и нет никакой возможности дополнительно заказать работы, которыми он бы мог покрыть недостающие средства, связанные с уборкой мусора. Это основные проблемы, но я тоже могу сразу отметить, если завтра повысим тариф или увеличим норматив, я не думаю, что за один день решится проблема, потому что проблем очень много. Основное мусорное накопление у нас создает частный сектор. Если несколько лет назад, вспомните, если кто живет в частном секторе, никогда в жизни деревья, с погребов, ботва от картошки, навоз от деятельности животных, никогда это все не выбрасывалось на контейнерную площадку. Посмотрите сейчас, что тащат на контейнерную площадку. Все абсолютно полностью, что в частном секторе создаются. Контейнеры стоят для сбора твердых ботовых отходов. Только ТБО. А мы имеем сегодня вокруг контейнерных площадок, начиная от холодильника, заканчивая диванами, навозом, строительным мусором, который невозможно поднять без специализированной техники, тяжелые бетоны, растворы и тому подобное. То есть на это нужны не мусоровозы, а нужна специализированная техника, то есть самославы, фронтальные погручки, дополнительные люди, которые могли бы эту работу осуществлять. Данной техники в этом предприятии сегодня нет. У него нет возможности ее приобрести, потому что в этом тарифе, который сегодня утвержден депутатами, не заложен вывоз твердых крупногабаритного мусора. Не заложен. Предприятие сегодня не может развиваться. То есть мы загоняем предприятия к банкротству, подводим четко. Такого быть не должно. Мы уже второй раз за несколько лет, второй раз уже выходим с предложением изменить норму накопления, еще раз повторяем, правильно дать информацию. Не все понимают, что такое норма накопления, что такое тариф. Мы не предлагаем сегодня увеличить тариф, потому что сегодня коммунальные услуги, поднятие тарифа регулирует не городская власть, а регулирует сегодня департаменты, поднятие тарифы, то есть у нас, значит, правительство Олимпийской области. Поэтому мы не предлагаем никакого, так сказать, тарифа, мы предлагаем рассмотреть изменения нормы накоплений. И не просто от фонаря выдумать данные цифры, а подтвержденные специализированными организациями, которые провели отделенную работу и представили материалы о ситуации, так сказать, в роде Оске. Ну, это в двух словах. Чтобы нашим читателям было понятнее, то есть только население оплачивает эту работу, либо вот еще бюджет что-то тратит? Сегодня бюджетных денег ни копейки, я вам с самого начала сказал, ни копейки не выделяется на уборку мусора, ни копейки. Это в этом году, да? Последние три года вот эта ситуация, когда начала ухудшаться. Поэтому так стало заметно, да? То есть, что мы погрязываем... У нас вот есть районная администрация, которая как бы курирует в основном частный сектор, да, уже КХ не отвечает на частный сектор. И районным администрациям ежегодно в течение, так сказать, последних нескольких лет выделялись средства именно на уборку несанкционированных сквалов. То есть последние несколько лет данные средства не выделяются. А также я повторю, что раньше и САТУ из бюджета выделялись какие-то средства, там, из резервного фонда, там, или дотации какие-то. А САТУ в этом году перестали выделять? Уже третий год не получает. То есть третий год, собственно, выделяется? То есть живут только за счет тарифов. Одна из основных проблем, что начисление настолько незначительное сегодня за мусор, и третья часть населения частного сектора не оплачивает эту услугу. Значит, судиться с этим очень тяжело, потому что только госпошлину надо заплатить, там, полторы-две тысячи, да, а чтобы за должность участника образовалась в этой сумме, ну, нужно несколько лет не платить. То есть сегодня, как бы, он должен больше еще потратить, чтобы с ним посудиться, для того, чтобы взыскать с него эту сумму. То есть как замкнутый круг получается.